Наша очередная пресс-конференция посвящена достаточно уникальному событию. Речь пойдет об открытии в Москве международного музейно-выставочного проекта «Трагедия преодоления подвиг. 1418 шагов к победе». Данный проект, он приурочен, естественно, в этом году мы все отмечаем 75 лет победы над фашизмом, 75 лет окончания Второй мировой войны, но, кроме того, проект приурочен к Международному дню борьбы с фашизмом и антисемитизмом, который отмечается как раз сегодня, 9 ноября, и открытию Нюрнбергского процесса, который стартовал 20 ноября 1945 года. Поэтому такое переплетение дат в итоге вдохновило музейщиков, специалистов, историков, как в России, так и в Республике Сербской на создание данного проекта. Еще раз скажу его название «Трагедия преодоления подвиг. 1418 шагов к победе». С удовольствием представляю участников сегодняшней пресс-конференции. Вместе с нами глава представительства Республики Сербской в Российской Федерации Душка Перович. Господин Перович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Вместе с нами директор по музейно-просветительской работе группы компании «Кремль» в Измайлово Вероника Зуева. Вероника Михайловна, добрый день. Добрый день. Я приветствую всех коллег и зрителей. С удовольствием представляю наших гостей и наших коллег из-за рубежа. Директор Музея Республики Сербской Миладин Савич. Добрый день. Добрый день. Спасибо нашу Русскую Русскую Федерацию. Добрый день. И приветствую всех наших друзей в Российской Федерации. И главный историк, реатор Музея Республики Сербской, автор выставки «Есинявац», это крупнейший устарский, прошу прощения, лагерь смерти, Миленко Джорджевич. Добрый день. Да, благодарю нас все присутствуют и закладываемся на участие в его начальном проекте. Добрый день. Я приветствую всех участников и благодарю за возможность участия в этом проекте. Вместе с нами председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Константин Ильич, здравствуйте. Добрый день. И с удовольствием представляю также директора по маркетингу и пиару группы компании «Кремль» и «Измайлова» Татьяну Федорову. Здравствуйте. Добрый день. И куратора выставки «Помни о нас», одного из авторов, даже ключевого автора проекта, который мы представляем, Ирина Реброва. Ирина, здравствуйте. Да, добрый день. Очень рада. Сегодня мы представляем для нас очень важный и по-человечески дорогой проект, посвященный Великой Победе, который одержало человечество в 20 веке, потому что в этой войне шла борьба прежде всего за жизнь человека и человечность. И поэтому во знаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в арт-галерее Кремля в «Измайлова» мы и открываем этот международный музейно-выставочный проект «Трагедия преодоления подвиг. 4418 шагов к победе». И, как правильно вы уже сказали, эта дата у нас выбрана не случайно, она как раз между 9 ноября сегодня, днем борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, и открытие процесса 20 ноября 1945 года в Нюрнберге. Когда сегодня мы поднимаем международные документы, изучаем документальную историю сражений, жизни тыла и трагическая история оккупированных фашистами территорий, не только в России, но и в других странах, мы начинаем, безусловно, осознавать, насколько была глобальной эта война и, поистине, с нечеловеческим замыслом, я бы громко сказала, уничтожение человеческой популяции на Земле. Вот, в общем-то, в целом это наша задумка проекта. Кремль в Измайлово с самого своего основания является участником и площадкой проведения значимых мероприятий и проектов, посвященных Дню Победе. Это такие мероприятия, как программа «Дороги Победы», «Диктант Победы», концертные патриотические программы к 9 мая, встречи ветеранов. На постоянной основе в нашем музее хлеба выделен целый экспозиционный зал, который посвящен хлебу войны. Мы всегда открытая площадка для любого диалога и, конечно, наша общественная среда, аудитория друзей, партнеров очень разнообразная. Охватывают не только Россию, но и страны мира. Поэтому, как говорится, как русская душа умеет в себя вобрать, объединить и всему найти место, так и мы пригласили к нашему проекту присоединиться наших друзей из Республики Сербской и нашу соотечественницу из Германии. Таким образом, мы решили под свои гиды объединить проекты наших друзей и коллег из разных стран в единую выставку, которая посвящена борьбе за жизнь и победе человеческого духа в самых невероятных военного времени условиях – на поле боя, в плену, в блокаде и в тылу. И 13 ноября в 15 часов у нас состоится торжественное открытие выставки, на которой приглашены представители военных и исторических обществ, поисковики, деятели культуры и искусства, представители музейного сообщества, историки и реконструкторы. И хочу сказать, что 14 ноября выставка уже будет открыта для посетителей с 11 до 19 часов. Спасибо большое, Татьяна. Сразу хотелось бы передать слово господину Первичу, потому что я бы не сказал, может быть, конечно, вы меня проверните, я бы не сказал, что у нас очень много совместных проектов с Республикой Сербской. Мне кажется, что как раз опыт такого большого, серьезного начинания, это явно говорит о том, что сотрудничество развивается между нашими странами. И есть много точек сближения между нами. Господин Первич. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать вас на сегодняшней пресс-конференции. В рамках проекта Музея Республики Сербской представляют выставку под названием «Ясеновоц. Крупнейший усташки лагер смерти». Это результат плодотворного сотрудничества между Измайловским Кремлем и Музеем Республики Сербской, которая прорабатывалась при поддержке и содействии представительства Республики Сербской и Российской Федерации. В течение года. И сегодня мы гордимся возможностью рассказать об этом на таком высоком уровне. Сейчас немногие знают о самом существовании лагеря Ясеновоц. Несмотря на то, что по ужасам, изверствам, которые совершились в нем, Ясеновоц не имеет аналогов в истории человечества. Я про сам лагеря, это наши коллеги из музея больше, которые расскажут, то есть из Банилуки. Но я хотел бы сказать несколько слов о возможности развития сотрудничества между учреждениями культуры Республики Сербской и Российской Федерацией. Открытые выставки Музея Республики Сербской и Российской Федерации в рамках данного музейного выставочного проекта есть еще один большой шаг к развитию межмузейно-культурного сотрудничества между нашими странами. Представительство Республики Сербской в Российской Федерации выражает благодарность Миловскому Кремлю на реализацию совместного проекта по представлению исторических достоверных событий, сохранению исторической памяти и правды. Мы считаем проект исключительно важным, поскольку с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Теряется связь с тем поколением и вместе с тем растет тенденция по перерасмислению, переписыванию исторических фактов во многих странах. Спасибо большое, господин Первич. И поскольку как раз вы заговорили о том, что действительно тенденция не очень правильная с исторической точки зрения, это переписывание фактов, изменение в сознании, понимание, что такое была Вторая мировая война и какие ужасы она принесла человечеству, и кто за это понес тогда ответственность, да, и кто является победителем, она наблюдается в последнее время. И мне кажется, что вот как раз Константину Ильичу самое время передать слово. Константин Ильич, в этом году много проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вот они все прошли перед вами. Я думаю, мало какие остались незамеченными. Может быть, вы чуть-чуть определите, как бы, со стороны уникальность данного музейно-высочного проекта, чем он, на ваш взгляд, будет интересен и отличаться от других? Спасибо большое. Знаете, действительно, хотел бы в первую очередь поздравить авторов, участников, создателей вот этой комплексной экспозиции с тем, что все-таки в наше очень сложное время удалось здесь добиться результата, удалось это сделать. И, конечно, это абсолютно созвучно и задачам, которые стоят перед Российским историческим обществом и тем проектам, которые реализуются под эгидой Рио. Я думаю, что очень важно нам, конечно, все вместе заниматься историческим просвещением, рассказывать о том, что было на самом деле, с опорой на документы, на факты, на конкретные музейные предметы, на архивные документы. Конечно, здесь такая изюминка, что ли, этого проекта большого – это участие коллег из Республики Сербской. На самом деле это очень важно, действительно, мы сталкиваемся с такими очень опасными тенденциями в ряде европейских государств, когда и на государственном уровне, и, к сожалению, иногда даже на общественном, возникают попытки переписать историю, поменять местами героев и жертв. Чуть ли не ответственность за развязывание Второй мировой войны, возложить на Советский Союз, который явился главной пострадавшей стороной. И здесь, конечно, мы очень благодарны коллегам из Республики Сербской, которые последовательно отстаивают позицию, основанную на ясном понимании правды в истории Второй мировой войне. Мне посчастливилось в начале этого года вместе с академиком Макаровым, членом Президиума Российского исторического общества, вице-президентом Российской академии науки, побывать в Босинь-Герцеговине. Мы до Бани Луки не доехали, но были в Восточном Сараево, заключили договор о сотрудничестве с университетом Восточного Сараева при случае только возобновиться нормальное сообщение с новыми книгами по истории России, которые у нас здесь находят. Поэтому мне кажется, что предметное сотрудничество между учреждениями культуры, оно очень важно. И еще одно, действительно, вы совершенно справедливо делаете акцент на том, что буквально через 10 дней исполняется 75 лет начала Нюрбергского процесса. И это нам дает основание, дает повод говорить с народами европейских стран, в том числе о том, что происходило в ходе этого процесса, какие были предъявлены обвинения, доказательства, говорить о всей этой совокупности преступлений нацизма, которая предстала перед глазами участников Нюрнбергского процесса. И есть у нас такой план, будет такой проект реализован, будет создана планшетная выставка, посвященная преступлениям нацистов на оккупированных территориях. Она будет предназначена для демонстрации во всех европейских странах. Соответственно, все аннотации к этим документам будут переведены на языки этих стран. А для тех стран, которые сами подверглись оккупации, будет, соответственно, вот некое местное ядро. И мне кажется, очень важно было бы включить вот в основную часть этой экспозиции, для того, чтобы во всех европейских странах это бы увидели, вот эту историю совершенно жуткую, трагическую историю лагеря смерти Ясеновас, где фактически геноцид сербского населения осуществлялся. Мы очень бы рассчитывали на сотрудничество с музеями и музеем республики сербской, в том числе, наверное, в первую очередь, что там эта работа сейчас проведена. Мне кажется, что это очень важная, актуальная, нужная сегодня задача. А в каком просвещении и в рассказе от конкретного лагеря Ясеновас нуждается и наше российское общество. У нас не все, к сожалению, ясно представляют себе эту историю. И поэтому еще раз спасибо Измайловскому Кремлю за организацию в Москве вот этой выставки. Спасибо. Спасибо большое. Ну и мне кажется, что сразу для некой реакции, комментарии, слово передаем в баню Луку. И я прошу директора музея республики сербской, Мелодина Савича, ответить на слова Константина Могилевского и рассказать вообще, как вы включились в этот проект и чем для вас он в первую очередь важен. Пожалуйста. Дамы и господа, поштованные участники, прежде всего, добрый день. Особное поштование из музея республики сербской, в баню Луке из республики сербской. Дамы и господа, рад вас приветствовать еще раз. И хотел бы передать вам наше уважение, наше приветствие из музея республики сербской, который находится в бане Луке. И вот, после того, что я хочу исчезнуть сегодня, желаю сказать, что музей республики сербской оближал 90 лет стоянка и работа, потому что основан 1930 годы, а основан его в Светславе Милосаде. Я бы хотел отметить, что в этом году наш музей отметил 90-летие 26 сентября 1930 года был основан наш музей, его основал Светслав Светслав Иста Милосаде. Оно, что я найважненно помену, это музей республики сербской има отличную, сжайную сарадусть с нашим братским русским федерацией. Хотелось бы отметить, что музей республики сербской имеет отличное сотрудничество с Российской Федерацией? А то, конечно, и заслужено наше представление, что нас челует с господином Душком Перовичем, коим с омом привлеком захватываем. И за это хотелось бы поблагодарить представительство Республики сербской в Российской Федерации в Москве и господина Душко Перовича, поскольку без них это сотрудничество было бы невозможно. Наше сотрудничество началось в 2018 году, когда мы представили Змейанский вид светского нематериалного наследия в Москве, в музее в Коломенско. А исто тако, сом 2018 године у юну представили и изложку «Ясеновас», «Найвечий усташки глухар сврати» автора Миленка Джорджевича, «Вишекустаса-историчара», у музея обсаде и одране Ленинграда. Также в юне 2018 года мы представили выставку о «Ясеновце», автором которой является Миленка Джорджевич, наш «Вишекустас» Музея Республики сербска. Эта выставка была представлена в музее Лакаде Ленинграда в Сербурге. Оно, что наизначайнее, речь из Музея Республики сербска, это мы 24. януара 2020, в начале этого года, представили исто тако «Ясеновце» в одном от найвечих музея света, а то есть в музею победы. Также хотелось бы отметить, что 24. января этого года, то есть еще в самом начале этого года, что мы представили выставку о «Ясеновце» в музее победы, в одном из самых больших музеев мира. Тако же, мы были договорили в музею из Майлово, и о том, что мы поздравляем директорницу, да представим его изложку нарушил наши планы, и пока у нас это не получилось. И оно, что поздно желаем да истакнем, да и за нас данас из Музея Республики сербска и посреди, посреди, это особенно для удовольствия, и для того, чтобы участвовать на моем конференции, и, так сказать, участвовать и на изложке путем овакого видеолинка. Хотелось бы отметить, что для музея Республики сербска большая честь участвовать в этой видеоконференции сегодняшней и представить нашу выступу, представить наш проект, хотя бы так, онлайн. И еще важно напоменять что музей Республики сербска участвовать и в Международном научном практичном форуме лекции из Миндберга 20-го ового месяца, где мы таково очень благодарны нашему представительству, нашему представительству, господину Душку Перовичу, и всем вам в нашей братской Русской Федерации, что мы делаем этого большого проекта. Также хотелось бы отметить, что мы будем участвовать в Международной научной конференции 20 ноября, посвященной нюрнбергскому процессу. И хотелось бы выразить особую благодарность представительству Республики сербска и Душку Перовичу, и, конечно же, всем коллегам, с которыми мы будем сотрудничать и в этом, на этой конференции. Что еще я, как бы, наречить, я дать, наверное, речь нашему автору, господину Миленко Джорджевичу, и шефуста историчару, важна, речь, да я, Северновак, най-вечий усташки логор смрти, у ствали, створен, осмешлен по стране усташа, кои су имали цилизм систематских унишленя этот лагерь был основан усташами, целью которых было уничтожение сербского народа. Они хотели одну треть сербов убить, одну треть перевести к старичному веру, и одну треть выгнать из своих домов, то есть ставить их переселиться. Я са еще одно пурно захвалюем, и речь, предпочтам, дакле, автору изложбы, я сам у нас на най-вечий усташки логор смрти, господину Миленко Джорджевичу, више на усташки логорске. Благодарю вас еще раз, и хотелось бы дать слово господину Миленко Джорджевичу, вашему кускасу, историку и автору этой выставки. Добрый день, еще раз, я поздравил все участники конференции, и в этом случае, я у своя имя, что я захвалю Измайлову Кремль, что организовала очень значимый международный проект, и что музей републики и србский участвует с очень значимым изложением о концентрационном логоре Ясена. Хотелось бы еще раз поблагодарить коллег из музея Измайлова, которые позволили нам, которые сделали возможным наше участие в этой выставке и возможность рассказать о концентрационном лагере Ясеновоц. Концентрационный логор Ясеновоц был самый большой уставщий логор уставщикого режима, что независная государство, Хрватска, решит всех нежелательных элементов, прежде всего, србами. Целью этого лагеря было стремление независимого хрватского государства избавиться от всех нежелательных элементов, в том числе, и в очередь србов. Такое, они желали да се реши и еврея, и рома, применюющие разные законы по узору на нацистическую Немачку. Такое, они хотели спориться и от цган, и от еврея, и с расовыми законами, по примеру, Германии. Така политика довела до геноции, и на црбина, евреяма и ромима, а најбећи број жртва био у концентрационном логу Рясеновц, ге се такође страдали сви они који се на Исус слагали са званишном устаршком политикам. Така политика привела геноцисту над црбами, цганами и евреями. Больше, сего жрта била во лагере Рясеновц, где тако були убиты и те люди, котроје не били согласны социальне политикой, независимого хрватского государства. Логур је подмирен августа 1941 години и траје све до априла 1945 години, када су га устарше уништиле, настрећи да прикрију трагове своји злоћиња. Лагер се существовал с августа 1941 года до апреля 1945 года, када устарше его уништожили, пытаясь скрити следица и преступлени. Логур се саќе од пет главних кампула и низ за стратишка от којих и највеће би логарина. Этот лагер состоял из пяти главных кампусов, главным из которых была прадина. Увек, када се говори о концентрационном логуре Рясеновц, треба источи две специфичности логара. Кога мы говорим о лагере Рясеновце, нужно всегда отметить две особенности этого лагеря. Первая специфичность су многоброни брутални начин ликвидации затриченника. Первая особенность это различные и очень жестокие способы убийства заключенных. В отличие от немецких концентрационных лагерей, где убийство было бездушным, индустриальным, усташи стремились к личному контакту с жертвой и сделали все для того, чтобы жертва непосредственно перед своей смертью как можно больше страдала. Посетители выставки измайлова смогут увидеть сам и лично некоторые такие способи убийства, то есть каким образом были убиты жертвы. Другая особенность заключается в том, что Ясинов – это единственный концентрационный лагерь, где был специальный лагерь для детей. Страдали около 20.000 детей, в главном сркской национальной. Было убито около 20.000 детей, в большинстве это были дети с Ясиновской национальной. Другой страдали детей, было бы больше, что не было бы хуманитарной акцией Дианы Будисадович и ее сотрудники, которые успели из усташских логов на смерть спасти около 12.000 детей, в главном сркской национальной. Это число могло бы быть гораздо больше, если бы не спасательная мероприятия Дианы Будисадович, когда она со своими соратниками в общей сложности спасла около 12.000 детей, в основном сркской национальной. Число жертв до сих пор точно не установлено, поскольку два раза во время существования лагеря уничтожали документацию, уничтожали свидетельства о своих преступлениях. А да после та документация, тешко би се могло открыти таичен број, е значен број заточеника кој стезао у логов, не ни улетен у эвиденцију, но су га одмар слали на страти, што је су зарушавали свој живот. Даже если бы вся эта документация сохранилась, все равно было бы тяжело сказать точное количество жертв этого лагеря, поскольку не все жертвы были зарегистрированы. Многие люди, которые попадали в лагерь, они бы сразу отправлялись на смерть, сразу бивали без какого-либо учета, без какого-либо документа. Бог тога је број жертвова и данас предмет многобројних научных и политичких дебата у зубичано присутство ревизионизма и манипулацији браја жертвами. К сожалению, поэтому до сих пор количество, число жертв является предметом споров, и научных споров, и политических споров, и существует такая тенденция, попытка пересмотра числа жертв со стороны различных политиков. Међутим, већина реевантних истраживаћа који се бавили овом тема сматра да је број жертвова около 700 тилјара. Исследователи, научные исследователи считают, что примерно је число жертв это 700 тиски? Надам се, тешка је тема, и надам се да ће ваши посјетиоци и упреку свакој ситуацији, моћи у што већем броју да посјете не само изложбу у јасеновцу, него и прочитав проекат који је овом приликом организован, и да ће бидети какве су размире страданја биле не само у Лобору јасеновце, него и у Руској Федерацији, и да ћемо на овај начин паушати да спријачимо ревизионизам и манипулацији који су данас све више присутны. Да, надејусь, што несмотря на непросту ситуацију, которая сейчас во всем мире и в России и у нас, как можно больше зрителей из Росији смогут поприсуствовать, посмотреть, посетить нашу выставку и познакомиться с тем, что такое был лагерь Ясенова, сколько было жертв не только на нашу территорию, но и на территории Росији, и тем самым помешать пересмотру истории. Допонятно, совершенно. Допонятно. Благодарим вас ещё раз. Спасибо большое. Благодарим уважаемых коллег из Республики Сербской. Вы знаете, я когда вас слушал, я вспомнил своё посещение концлагеря Маутхаузен, который находится в красивейшем месте рядом с Дунаем, недалеко от Дунаева. У меня всегда была загадка. Почему-то многие концлагеря располагались в очень красивых природных местах, и при этом там творились жуткие, абсолютно несоответствующие окружающему ландшафту человеческие ужасы. И мне кажется, что обязательно каждый школьник в любой стране мира должен обязательно хотя бы раз побывать на экскурсии, увидеть своими глазами тот страшный опыт, который человечество имеет за плечами в виде лагеря смерти времён Второй мировой войны. Ильине Ребровой, слово хочется передать и спросить уже. Вот коллеги из Республики Сербской представили свою часть проекта. Теперь о другой части проекта, пожалуйста. Да, большое спасибо. Но теперь мы возвращаемся, наверное, в Россию и на юг Серного Кавказа. И вы очень правильно заметили, что действительно каждый школьник должен посетить концентрационные лагеря, лагеря смерти, да, хотя бы один раз на экскурсию. Но у нас на территории России есть тоже очень много мест уничтожения людей в период Второй мировой войны на территории оккупированных, территории Российской Федерации в частности, да. И здесь тоже можно говорить и нужно посещать эти выставки, экскурсии и места эти. К сожалению, здесь был так называемый «Холокост Байбулец» или «Холокост путём пистолетов», да, когда уничтожали людей фактически сразу. Не было мест концентрированных, где бы собирали людей и как-то давали им возможность жить. На территории России в основном, особенно в том регионе, который я изучаю, там такого не было, к сожалению. И у нас есть только места, рвы, где было уничтожено огромное количество людей. Например, на юге России – это самое большое место на территории современной России – Змеевская балка. Это место Холокоста, о котором мы все с вами знаем. Но выставка у нас посвящена больше не только Холокосту. То есть Холокост является одной из частей выставочных стендов. Но главная тема все-таки медицина. То есть когда я писала докторскую диссертацию, посвященную памяти о Холокосте на Северном Кавказе, я работала с материалами чрезвычайной государственной комиссии. Это та комиссия, которая работала во всех освобожденных регионах Советского Союза сразу после их освобождения. То есть речь идет о 42-м, 43-м, 44-м, 45-м годах. Если мы говорим конкретно о Северном Кавказе, это с 43-го года. И члены ЧГК фиксировали все преступления, которые совершили нацисты на оккупированных территориях. И, конечно же, это были не только экономические преступления, но и преступления против личности, против людей. И в этих первоисточниках, в этих документах есть очень четкое деление на определенные категории жертв, кто конкретно стал жертвами нацистов. Это евреи отдельная категория, это цыгане, как называют их в документах, ну или ромское население, как принято говорить сейчас, а также пациенты психиатрических клиник. И, естественно, так как у меня тема была преступления против евреев, «Память о Холокосте», я пациентов психиатрических клиник не изучала. Затем в 2017 году я подала заявку в немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» для того, чтобы поподробнее изучить эту категорию граждан, жертв нацистов, то есть пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов, которые стали жертвами на оккупированных территориях Северного Кавказа. Этот проект был поддержан. И с 2018 года я начала его реализовывать, посетила фактически все города. Это 8 мест на территории Северного Кавказа было выявлено, где были уничтожены пациенты, психиатрический клиник, дети-инвалиды. Также я боялась очень, что мне не хватит визуального материала, потому что выставка — это все-таки не про тексты, а про фотографии. А фотографии показывают тела уничтоженных людей, вы сами понимаете, это как бы очень брутально, так скажем. Поэтому я подумала, что можно... А, да, и очень важный момент, что у нас есть списки пациентов психиатрических клиник, которые стали жертвами, но по этическим соображениям мы не все можем эти списки показывать, потому что люди могут иметь родственников и так далее. 75 лет — это официальный закон в Российской Федерации, который мы не можем нарушать. Так вот, тогда я подумала, что можно было бы расширить эту тему и взять не только пациентов психиатрических клиник, но и врачей-евреев, которые оказались на оккупированных территориях Юга России как часть медицинского такого аспекта, как часть темы медицины. И получается, что выставка стала содержать, так скажем, четыре раздела. Первый — это такой исторический экскурс в политику расовой идеологии нацизма, которые осуществляли ее сперва на территории Германии. Эта акция была на нацистской Германии, да, Третьего рейха. Эта акция называлась Т-4 по названию того места, где происходили... Т-4 — это Tiergartenstrasse FIA. Это адрес, где стояло то самое здание, откуда происходили приказы. Но это приказы по уничтожению людей на территории Третьего рейха больных, которые подлежали лечению в стационарных клиниках. Их систематически убивали. Дальше вторая часть... Но эта программа была свернута уже в 1941 году до наступления нацистов на территорию Советского Союза. Но на территории Советского Союза эти уничтожения, согласно теории расовой идеологии, продолжались. И пациенты психиатрических клиник, которые содержались в одном месте, стали невинными жертвами, так скажем, на оккупированных территориях. И у нас здесь, получается, очень все нечетко и неясно. Потому что, если мы говорим, на территории Советского Союза было убито где-то примерно до 20 тысяч человек из этой категории, то на территории Северного Кавказа я впервые установила цифру 1700 человек. А на территории Современной Российской Федерации нам еще предстоит это выяснить. Потому что, вот как раз мой следующий проект, я пытаюсь расширить границы и изучать пациентов психиатрических клиник и детей-инвалидов только на территории Российской Федерации. Эта тема вообще еще совершенно не изучена никем. Так вот, и это, получается, вторая часть выставки пациентов психиатрических клиник на территории Северного Кавказа. Третья часть — это врачи и евреи. И там я попыталась показать судьбы этих людей, проследить судьбы. Потому что у нас есть цифры уничтоженных жертв Холокоста. Но из этих имен даже, которые устанавливала, допустим, ростовская еврейская община, которая является самой крупной на территории Северного Кавказа, мы, к сожалению, не знаем личности, мы не можем выделить, кто конкретно был медиком, допустим, или там врачом, или еще кем-то. То есть, соответственно, была пройдена колоссальная работа. Фотографии искались по всему миру, так скажем. И это стало третьей частью выставки. И четвертая часть выставки — это память о тех жертвах войны, тех жертвах оккупации, о которых идет речь. То есть я попыталась выявить, есть ли в этих регионах, о которых идет речь, памятники этим жертвам, конкретным жертвам, медикам, допустим, или пациентам. И если есть, то в каком они состоянии. Я была очень рада, что абсолютно в каждом регионе есть региональные, локальные историки, которые поддерживают эту память, изучают эти события. И память внизу, так скажем, снизу, она жива. И вот эта выставка объединяет все действия локальных историков, все действия документальных источников, которые мы имеем на сегодняшний день, в один такой общий, не очень, я бы сказала, страшный рассказ. И вот для выставки имеется такой каталог, помни о нас, выставочный. И я думаю, что в пятницу на открытии официальном коллеги могут его увидеть, посмотреть. Выставка, как я сказала, демонстрировалась на территории Северного Кавказа с декабря 2018 года. И за это время она посетила 20 городов и районов Северного Кавказа. Я очень рада, что теперь она будет представлена и в Москве, потому что это важно для меня, для историка, который работает с российским контекстом, имеет историческое образование и имеет российские корни. Для меня очень важно, чтобы люди на местах знали об этих трагедиях. И эта выставка действительно была и пользуется очень большой популярностью. Я очень этому рада. Ее посетила уже за эти полтора года с учетом карантина более 10 тысяч человек. И я думаю, что сейчас эти цифры даже будут больше. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. То есть вот представили две таких больших части всего проекта. Это музей Республики Севска, Есенево с крупнейшей устарской лагерь смерти. И вот, Ирина, вы говорили о выставке «Помни о нас». Она так называется в составе всего проекта. И я сейчас прошу подытожить и рассказать, что еще будет являться содержанием всего данного проекта. Я прошу Веронику Михайловну Зуеву, директора по музейно-просвидетельской деятельности Кремля Визмаилова. Я хочу представить те экспозиции, которые будут еще включены в эту выставку. Прежде всего, это выставка музея хлеба, который единственный в Москве, находится на территории Измайловского Кремля. Мы эту экспозицию делаем совместно с НИИ хлебопекарной промышленности. И надо сказать, что это совершенно уникальная и удивительная история, потому что во время войны, и мы об этом мало знаем, НИИ хлебопекарной промышленности, которая имела свой филиал в Ленинграде, постоянно мониторила и постоянно разрабатывала, уточняла и распространяла рецептуру хлеба для не только блокадного Ленинграда, но и для хлебопекарных заводов городов, для хлебопекарин фронта и так далее, и так далее, и так далее. Более того, сама по себе рецептура была засекречена, потому что приходилось для разных областей учитывать ту нехватку деталей и продуктов, компонентов, которые могли отсутствовать. То есть работа шла в оперативном режиме, и мы на нашей выставке представители этого учреждения будут выступать. Более того, будет возможность попробовать хлеб блокадного Ленинграда по рецептуре 1942 года. В экспозиции данной выставки хлеб войны представляет собой практически тему жизни и борьбы за жизнь. И хлеб стал тем образом и символом жизни, который объединил всех и объединяет сегодня. Я не хочу даже говорить о том, что хлеб в России является национальным продуктом. И удивительная вещь, именно во время Великой Отечественной войны сотрудники этого НИИ получили премию Сталина за рецептуры хлеба, которые они разрабатывали, сохраняя то здоровье, которое через этот хлеб идет. Поэтому документы, которые будут представлены в экспозиции музея хлеба, будут представлять уникальный фотоматериал, представляющий роль хлеба в разных сюжетах блокадного, фронтового, городского и сельского направления. Что это было само по себе? Он как бы является, вот эта экспозиция с инсталляциями, она является как бы сердцем всей выставочной экспозиции, как символа борьбы за жизнь, потому что те эпизоды, из которых состоит наша выставка, это, по сути дела, эпизоды биографии героического пути к победе и к спасению. Сегодня, в 21 веке, тема «Право на жизнь» становится не только сакральной, но и политической, социальной, и она сегодня объединяет весь мир. И это не случайно. Одна из тем, которая у нас будет представлена музеем оружия, которая входит в состав музеев Измайловского Кремля, представит оружие победы. Это не только знаменитая винтовка Мосина, которая называется знаменитая трехлинейка. Это и ППШ, и пистолет Судаева, и пулемет Дегтярева, и револьвер Нагана. В экспозиции будут представлены предметы, которые пришли к нам во время сотрудничества с нашими западными союзниками. Знаменитые полевые телефоны США, представленные по программе «Лен Лиза». И сотрудники музея в оружии будут представлять самые разные мастер-классы по сборке и разборке оружия, по обсуждению их особенных характеристик. Первый этаж нашей экспозиции, он как раз будет таким активным. Удивительную программу представит музей анимации, где можно будет участником выставки практически принять участие в создании мультфильма на тему Великой Отечественной войны. Следующий герой нашей выставки – это удивительный фотограф. Сергей Ларенков представляет свою экспозицию «Связь времен». И она удивительна тем, что она объединяет на одном кадре фотографии, представляющие один и тот же объект до миллиметра, совмещенный с одной стороны периода войны и с другой стороны периода XX века. Вот это как бы встреча и преодоление той разрушительной идеологии, которая практически не имела права на существование, поскольку ценности и смыслы, которые несет жизнь, они не приходящие. И это наша кредо. Сохранение передачи памяти стало идеей этой выставки. Но не только. Мы говорим о том, что право на жизнь дано Творцом на земле. И никому не дадо права вмешиваться и разрушать тот уникальный, удивительный порядок, то многообразие жизни, ее многообразие человеческого существования, бытования, мира и уклада. Кремль Узмайлова представляет собой еще и уникальную интеллектуальную площадку, на которой встречаются самые разные темы, где принимаются к диалогу самые разные представители, начиная от музеев, начиная от образовательных учреждений и заканчивая бизнесом, политиком, социальными мероприятиями. Благодаря этой интеллектуальной площадке мы имеем возможность также универсально вести диалог на всех уровнях. Потому что, как вы видите, сама экспозиция вот этого удивительного проекта, она настолько многослойна, где главный герой – документ, фотодокумент, текстовой документ и прежде всего наши отношения. Потому что понять, как мы сегодня относимся, что сегодня в нашей жизни, сегодня, сейчас, здесь соответствуют или нарушают нормы Нюрнбергского процесса, как крупнейшего международного трибунала, который был во время, практически за всю историю человечества, вот эта ответственность сегодня лежит на нас. Мы думали об этом, когда делали этот проект. И, как всегда бывает в таких случаях, промыслительная рука Творца, она дает свои знаки. Такой знак был дан и нам, совершенно неожиданно и промыслительно. Никто об этом не думал и не знал. В семье нашей Татьяны Федоровой обнаружился вот этот документ. Это подлинные газеты, выпущенные, газеты «Правды», выпущенные 10 мая 1945 года. Но это, казалось бы, еще ничего. Да, это чудо. Это документ, который абсолютно подлинник, его можно проверять. Чудо заключается в том, что на последней странице этого документа есть упомянут. Устажский лагерь Есеновац. И вот этот документ и этот знак стал для нас знаком того, что мы идем верным путем. И мы очень рады, что на этой выставке, когда она будет открываться, копия этого документа мы сможем передать в музей Республики Сербской. Я всех приглашаю к нам на выставку. К сожалению, в том формате, в котором она будет проходить и то, как это будет двигаться, мы не сможем сделать виртуальную версию. Но мы будем делать все, чтобы она потом, впоследствии, обязательно состоялась. Потому что разговор о жизни в новом времени, он начинается с памяти. И вот этот наш жесткий разговор представлен нашей экспозицией. Я приглашаю всех к нам в Измаиловский Кремль. Выставка будет проходить до 6 декабря. Мы ждем на диалог. Мы ждем посетителей на любые формы встречи. Мы готовы к любому диалогу. Я поздравляю всех наших коллег. Я поздравляю всех участников этой пресс-конференции. Я очень благодарна всем, кто был рядом с нами, потому что мы очень трепетно вели этот проект. Мы знали, что он состоится, несмотря ни на какие препятствия. И мы в очень сжатые сроки смогли сейчас его организовать. И думаю, что мы достойно его проведем. Спасибо. Спасибо большое, Вероника Михайловна. Спасибо огромное за эти проникновенные слова. И действительно, промыслительные знаки, они очень многое значат. Нужно все-таки уметь ощущать эту вибрацию окружающего пространства и той памяти, которая должна быть сохранена. У меня один вопрос от коллег уже был. Вы на него ответили про виртуальную версию. Конечно, хочется увидеть в современных условиях, чтобы появился некий онлайн-образ, онлайн-продукт данного проекта. Второй вопрос у меня, я не знаю, кому его адресовать. То ли коллегам в Москве, то ли коллегам в бане Луки. Понимаете, будет ли некая подобная выставка, то есть будет ли у проекта площадка в Республике Сербской в будущем, когда-то? Продолжение следует... Продолжение следует... где каждый посетитель, путем своего мобильного телефона или путем своего компьютера могла уйти в стану изложенную поставку Музея Республики Срэпска. Мы сделали версию для мобильных телефонов, возможно, и на компьютере, и все жители Республики Срэпска могли посетить нашу выставку виртуально. В этом моменте наши посетители могут посетить старую поставку которая состоит из археологического отсека, отсека за историю, отсека за природу, отсека историю и умеетности, отсека за этнологию и этнографию и, конечно, мульти, медиалные поставки в Ясеновце, наивеће Устрашки угроза. Уже сейчас наши посетители могут быть виртуально познакомиться с нашими выставками, это и историческая история искусства, археология и, среди прочих, и выставка Ясенова садложа вступна в плане. Цим нам је, наравно, овом времене ове коронавируса, да се ухлапамо или адаптирамо на дату ситуацию. Да, мы, конечно, стремимся в данной ситуации, все-таки как-то жить с коронавирусом и работать дальше. Многим, конечно, не хватало музея, многие хотели прийти и сейчас, когда идѐт вторая волна, все-таки пока наш музей открыт для посещения, конечно, с какими-то предосторожностями и станцией, но пока что мы открыты для посетителей. Алла Анатолькова. Спасибо большое. Вопрос Татьяне, наверное, Федоровой. Татьяна, скажите, пожалуйста, как будет ограничен порядок посещения выставки? Или он не будет? Будет ограничен. Выставка у нас будет работать по выходным дням с 11 до 19 часов. Безусловно, мы будем руководствоваться всеми нормами, которые установлены Роспотребнадзором. Соответственно, будет все так происходить. Приходите, смотрите. Да? Спасибо. И, Константин Ильич, такой вопрос. Если говорить вообще о выставках, которые приврочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, к 75-летию окончания Второй мировой войны, российское историческое общество какие-то еще проекты запланировало? Или, в принципе, в большом счете юбилейный год с точки зрения новинок он закончен? Вас не слышно, Константин Ильич. Я бы обратил внимание, конечно, в первую очередь на то, что сделано уже в нашей стране, в Москве. Шикарная экспозиция, которая открылась в Музее Победы. Да, просто обновлен музей. Это даже что-то среднее между классической экспозицией и театральной постановкой. Работает в Центральном музее современной истории России выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу. И по всей стране, конечно, очень много сделано. Наша теперь задача не в том, чтобы как-то насыдить вот эти оставшиеся полтора месяца уходящего года, а в том, чтобы с завершением года памяти и славы эта вся работа бы продолжилась. Говорят о десятилетии памяти и славы. Я бы здесь вообще никаких сроков не ставил, а сделал бы акцент на том, что нам все вместе и в России, и в других странах вместе с нашими друзьями нужно пытаться то знание, которое у нас есть, сохранить и максимально распространить, сберечь память. И для этого, конечно, и такие передвижные выставки, планшетные, в том числе та, о которой я говорил в начале, они очень важны, поэтому еще раз хочу сказать спасибо нашим коллегам, товарищам и здесь, в Москве, и в Республике Сербской, и во всех других местах, где люди понимают важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Да, спасибо большое. И я знаю, вот, Ирин, я так понимаю, что ваш проект, он уже был тоже в Германии представлен, ваша выставка, или будет еще представлен в Германии? Да-да, то есть в 2018 году, я забыла про это сказать, мы открыли российский проект, и, соответственно, выставка путешествовала по городам и районам Северного Кавказа. И в этом году, в 2020, получается, я работаю в музее, в германо-российском музее Berlin-Karskost, и в этом году мы подготовили выставку на немецком языке. То есть это моя выставка, которая была переведена на немецкий язык. И очень важно, что немецким коллегам это тоже очень интересно и важно знать, потому что, к сожалению, от тех преступлений, которые совершали члены Айнзасгруппы Д, допустим, на Северном Кавказе, очень далеко от Третьего Рейха, скажем так, обычный житель Германии этого очень мало знает, к сожалению. И эта выставка будет пользоваться, я уверена, интересом среди посетителей. Мы делаем ее тоже в формате передвижной, но, к сожалению, мы буквально на одну неделю не успели, потому что с этого понедельника, с прошлого понедельника, вернее, мы находимся в локдаун, и, соответственно, на территорию нашего музея невозможно прийти вообще, в принципе, никаким посетителям. То есть мы ждем, когда меры будут сняты, и мы сможем открыть. Эта выставка будет располагаться на территории сада, то есть не в музее внутри, а именно на улице, чтобы люди смогли без ограничений приходить и смотреть. Но пока мы не можем это сделать. Мы выпустили каталог, и каталог сейчас я распространяю среди коллег, он только на немецком языке, он немного тоньше, чем мой российский каталог, но я думаю, что это тоже будет большой-большой успех. Спасибо. И завершая нашу пресс-конференцию, еще раз хочу отметить, что 14 ноября уже первый, то есть 13 открытия, да, я так понимаю, а 14 уже первый полноценный рабочий день, 14 ноября, это суббота. Правильно я понимаю, Татьяна, что получается, что три уикенда будет работать проект? Да, вы все правильно понимаете. 13 числа у нас будет официальное торжественное открытие. Я хотела бы еще сказать, что в рамках открытия мы подпишем соглашение о культурном сотрудничестве с представительством Республики Сербская, Российской Федерации. И 14 числа, да, мы откроем этот проект для посещения посетителей. То есть будет 14-15, 21-22, да? Да. Сейчас одну минутку. Потом следующие выходные, это 28-29. А, и еще будут одни выходные. Да, 4 выходных, и 6 декабря мы наш проект закрываем. Четыре уикенда. Будем надеяться, что напряженная эпидемиологическая обстановка в Москве все-таки позволит проекту состояться. Если вдруг будет принято решение о закрытии, вы думали о переносе на следующий год уже как-то этой экспозиции? Безусловно, у нас всегда есть план «Б», но я уверена, что все состоится. Хорошо. Спасибо большое. Я в завершение нашей пресс-конференции, знаете, хотел бы такой вывод сделать, что когда мы говорим об исторической памяти, нам ни в коем случае нельзя говорить об усечении исторической памяти. То есть вроде как мыслим правильно, но отсекаем все лишнее. Вообще так сложилась такая традиция, что как бы нацизм это такая как бы приравнивается к исключительно немецкой болезни, фашистской болезни, что вот весь нацизм исходил из фашистской Германии. Но если глубоко изучать историю, вот что сегодня продемонстрировали все участники нашего мероприятия, и коллеги в бане Луки, и Ирина Реброва, я так понимаю, вы в Германии находитесь в данный момент, на самом деле нацизм, он не имел государственной принадлежности, к сожалению, да, и вот эти корни нацизма и та база националистическая, на которую упала фашистская идеология, она была, она была, и поэтому она очень лихо произросла, поэтому многие страны, многие страны, которые были оккупированы фашистской Германией, они очень лихо включались, ну не лихо, они включались в этот процесс, да, и в том числе представители других национальностей. И мне кажется, мы должны понимать о том, что нацизм это не часть исключительно фашистской идеологии. К сожалению, нацизм вокруг нас до сих пор существует, мы это видим, и только дай ему волю, он поднимет голову и, не дай бог, но эти ужасы могут повториться. Мне кажется, вот об этом помнить очень важно, и ни в коей мере не позволять себе самим допускать возможности, ну не восстановления, но по крайней мере повторения националистических, идеологических догматов. Вот мне бы хотелось это сказать в завершении нашей пресс-конференции, и мне кажется, что как раз проект, большой международный проект «Трагедия преодоления подвиг. 1418 шагов к победе», он в том числе вот об этом. Спасибо большое, я благодарю всех участников, я благодарю всех, кто был с нами из разных стран и коллег в Москве. Спасибо. 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 Спасибо.